Всем здравствуйте! Сегодня мы поговорим про еще одно интересное задание, которое вы можете делать с ребятами дошкольного возраста. Это изучение алфавита и букв английского языка. В нашей школе мы не используем песенки на запоминание букв. Минус такой песенки, что ребенок не может отдельно назвать разные буквы в любом порядке и не запоминает их по отдельности, как я уже говорил. Поэтому для этого задания вам потребуется рабочий лист. Ссылку на него мы в этом видео выложили в описании. Лист представляет из себя несколько колонок, в которых напечатаны буквы английского языка. Есть место для того, чтобы ребенок мог эту букву отвести и потренировать, соответственно, написание самой буквы. Есть колонка с картинками, каждая из которых обозначает слово, которое начинается с определенной буквы английского языка. При выполнении упражнения вам потребуется произнести фразу на английском языке, которая состоит из нескольких слов. Сейчас мы разберем ее. То есть это слово write писать, слово down и вместе write down означает уже запиши. Слово letter это буква и затем вы называете какую-то из букв, которая присутствует на листе, а также называете слово, которое нарисовано рядом с этой буквой. Допустим, мы берем первую букву английского языка, это буква A. Соответственно, ваша команда будет такой. Write down letter A apple. Ребенок в данном случае должен найти эту букву на листе. Чтобы помочь ему, вы просто называете по-русски слово, которое ему необходимо найти. Apple это яблоко, ребенок находит яблоко на листе и затем обводит букву, находящуюся рядом с этим яблоком. Когда ребенок обвел ее, он называет букву по-английски снова, то есть это буква A и повторяет название слова, которое там нарисовано, apple. То есть еще раз, ваша команда. Write down letter A apple. Дальше нужно подсказать ребенку, что apple это яблоко. Он находит его, обводит букву и называет эту букву и слово A apple. Если он забыл, а это может быть, вы просто напоминаете ему название буквы и название слова. Так вы двигаетесь по разным буквам алфавита. Не обязательно делать это в последовательности по порядку, то есть буква A, B, C. Можно делать это выборочно. И так тоже будет интереснее и более результативно. Каждый раз после команды ребенок обводит букву один раз. Затем вы переходите к другой букве. Вы можете вернуться к этой букве снова, чтобы закрепить ее и перейти еще к одной букве. Но самый важный элемент здесь это момент повторения, чтобы одна и та же буква через команду у вас как можно чаще повторялось, чтобы ученику ребенку было проще запомнить ее и слово, которое нарисовано. Плюсы от данного упражнения. Ребенок запоминает букву, привязываясь к картинке. Он при этом запоминает еще и слово, которое на эту букву начинается. Таким образом можно расширить его словарный запас на 26 слов и закрепить все эти буквы. Когда лист с такими заданиями и картинками уже отработан, можно использовать несколько вариаций этого упражнения с другим набором картинок и соответственно запомнить еще какое-то количество слов. Если будут вопросы, то оставляйте их в комментариях.